Рабочая неделя началась с расширенного планерного совещания при главе Славянского района. На нем обычно обсуждаются важные вопросы, от своевременного решения которых впрямую зависит жизнь и благополучие славянцев. Не стало исключением и это мероприятие. Смотрите наш репортаж об этом событии. В этом году на исполнение национальных проектов в Краснодарском крае направят 41 миллиард рублей. В 2021 году с помощью нацпроектов на Кубани планируют создать более 700 общественно значимых объектов. Это школы, детские сады, зеленые зоны. Финансирование очень серьезное и нужно стараться использовать все эти возможности. Благодаря проектам поддержки федерации мы можем быстрее и эффективнее решать задачи, способствующие повышению качества жизни людей. Реализацию программ обсудили на расширенном планерном совещании. В докладе начальника Управления экономического развития Славянского района Юлии Афанасьевой прозвучала информация о том, что район по итогам 2020 года занял второе место в Краснодарском крае по количеству успешно реализованных муниципальных проектов. Это свидетельствует о серьезности проведенной работы и ее эффективности. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» содержит три региональных проекта. Также по региональному проекту создания благоприятных условий для самозанятых необходимо на территории муниципалитета организовать информационно-консультационные мероприятия на комфортном налоговом режиме и мерам государственной поддержки с целью роста числа зарегистрированных самозанятых. Причем в 2021 году показатель необходимо увеличить на 80%, а в последующие два года на 20. В нашем районе уже зарегистрировано 1200 самозанятых с ростом на 50% в прошлом году. До конца года план должны выполнить. Нам нужно еще 250 самозанятых. По региональному проекту создания условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса запланирована грантовая поддержка с объектами МСП, которые имеют статус социального предприятия и предпринимательства на основе конкурса. Размер гранта – 100-500 тысяч рублей. Успешно участвовало в национальном проекте «Производительность труда» одно предприятие района, которое получило грант 3 миллиона рублей. Один из самых важных проектов, в котором активно принимают участие в муниципалитете – формирование комфортной городской среды. Благодаря ему благоустраиваются парки в целом ряде сельских поселений. Программа комплексного развития сельских территорий также востребована. На основном поселении прошло отбор и участвует в благоустройстве территорий по программе комплексного развития сельских территорий. Это Петровское сельское поселение, у них здесь три объекта – это устройство лимонной канализации и устройство пешеходной коммуникации, и в том числе тротуара, на сумму 7 миллионов 429 тысяч рублей. А в Анастасийском сельском поселении у них четыре объекта – это тротуары. Все тротуары сумма – 4 миллиона 866 тысяч рублей. Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил, что под лежачий камень вода не течет. Нужно еще активнее использовать возможности, которые дает участие в реализации национальных проектов. Не будем заявляться, значит нет вариантов вообще ничего получиться. Поэтому то, что там в бассейне поселении участвуют, это уже хорошо. И я рекомендую додумать. Не думаю, что там большой объем документов требуется. По проекту в здравоохранении построен фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Троицком. Работает в содействии занятости населения, а также действует проект по диспансеризации и профосмотрам. По проекту образования мы в этом году реализуем три направления. Первое направление – это оригинальный проект «Современная школа». Здесь мы продолжаем реализацию на территории Славянского района проекта, так называемые «Точки роста». Это естественная научная направленность. Они у нас в этом году запланированы в 8-й школе, в 28-й и в 43-й. В этом году не требуется софинансирование из муниципального бюджета без исключения создания инфраструктуры для размещения получаемого оборудования. Сейчас этим вопросом мы занимаемся. Ну и, соответственно, брендирование проекта. Также региональный проект «Цифровая образовательная среда». В этом году нам удалось привлечь финансирование из крайного устройства на приобретение проекта. У нас в 8-й группу, в 1-й фронт, такие все серьезные оборудования. Школа номер 3 – городская, 11-й, 16-й, тоже городская. О ходе выполнения капитального ремонта многоквартирных домов доложил директор управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Головинов. В данном плане включено 18 МКД на общую сумму 50-90 миллионов рублей. В том числе в городе Славянске на Кубани 10 МКД, в станице Ветровска 3 МКД, в поселке Заборском 3 МКД, в поселке Целином 2. Глава Славянского района подчеркнул, что качество работ контролируется хорошо, но нельзя упускать из виду и строгое соблюдение сроков ремонта. Это нужно отслеживать постоянно и в случае необходимости принимать соответствующие меры. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».